Волонтёры на подмоге. Мы с утра забираем лекарства с третьей поликлиники, а также мы работаем с первой, четвёртой, шестой поликлиниками. С утра забираем лекарства, тут мы их сортируем по адресам, выстраиваем логистику, формируем группы. Новая волна коронавируса в Бурятии бьёт все рекорды. Число заболевших за минувшие сутки перевалило за 800. На помощь к врачам на борьбу с этой болезнью вновь подключились волонтёры Бурятии. Они осуществляют точечную доставку лекарств на дом, пенсионерам, многодетным семьям и другим категориям граждан. Каждая волна, она отличается. На сегодняшний день это всё-таки большой прирост людей, которые болеют. Сейчас вот необходима помощь в доставке лекарств поликлиникам, тем людям, которые болеют ковид, и тем людям, которые находятся на самоизоляции в связи с тем, что болеют разными хроническими заболеваниями, им тоже необходимы лекарства. То есть это диабет, который находится в списке жизненно необходимых. Волонтёрский штаб по борьбе с коронавирусом возобновил свою работу с минувшей пятницы. За это время волонтёры развезли лекарства почти по 900 адресам. Мы с утра забираем лекарства с третьей поликлиники, а также мы работаем с первой, четвёртой, шестой поликлиниками. С утра забираем лекарства, тут мы их сортируем по адресам, выстраиваем логистику, формируем группы. То есть обычно мы формируем с утра 3-4 бригады, водитель и волонтёры. Отправляем им заявки с адресами, они ездят с утра, разводят, потом обедают у нас, и затем после обеда у нас обычно ещё около 100 заявок. Если вдруг пожилой, одинокий человек находится на самоизоляции, не может выйти из дома, обычно мы всё-таки помогаем где-то доставку из торговой сети, общеизвестной, которая занимается доставкой продуктов на дом. Помогаем где-то, если и это невозможно, то есть глубоко старый человек, то мы приезжаем по их списку продукты, покупаем. Наш номер телефона 37 95 29. Отмечу, что ежедневно по всей республике заступают на дежурство около 500 волонтёров. Эдуард Жемсаранов, Бату Гармын, специально для программы «Вместе», телеканал «Мир Байкал».